Новая точка притяжения для горожан и туристов. На набережной Нижней Шейтанского пруда торжественно открыли визит-центр. Оценить преимущество нового знакового для Первоуральского объекта приехали заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и глава города Игорь Кобец. Здесь будет у нас осуществляться прием гостей, все кто приехал в Первоуральск, а также это будет место, где будут создаваться новые креативные проекты. Пространство для отдыха и, как здесь говорят, точка входа для туристов. На открытии нового визит-центра Первоуральска гостей знакомят с возможностями знакового объекта. Здесь можно приобрести сувениры от местных мастеров, узнать об экскурсиях и даже прокатиться на сапборде. Нашлось место и для делового пространства. Визит-центр также является каворкинговой такой зоной, где наши предприниматели уже могут получить консультацию по мерам поддержки от Департамента по развитию туризма или от Фонда поддержки предпринимательства Свердловской области. Визит-центр построили благодаря грантовой поддержке в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Еще до официального открытия площадка стала популярной. Здесь уже провели более десятка мероприятий. Среди них фестиваль локальной идентичности «Шайтанка-фест». Творческие коллективы у нас здесь выступают, мастер-классы по живописи проходят. То есть это прям такое творческое местечко получилось. Молодежь очень любит. Визит-центр и должен быть точкой притяжения. Визит-центр может стать не только новой визитной карточкой Первоуральска, говорят власти, но и привлечет инвестиции в городской округ. Важно, чтобы была точка сборки, где будут проходить с одной стороны обучение для тех же предпринимателей, для продвижения своего туристического продукта. С другой стороны, где вот человек, который приехал в Первоуральский городской округ, либо даже жители Первоуральска могли себе придумать сценарий отдыха выходного дня и так далее. Потому что в принципе потом это все, это доход Первоуральского городского округа, это рабочие места, это развитие бизнеса. Здесь же обсуждают развитие бизнеса в сфере туризма. В уютной обстановке организуют встречу с предпринимателями. Первоуральск – серьезный город с серьезным туристическим потенциалом. И это не только туризм в нашем обычном понимании этого слова, как отдых на природе. У нас прекрасные места, это наши три горнолыжных курорта, это и промышленный туризм, это и спортивный туризм. Спортивный туризм может быть событийным, говорит организатор забегов Первоуральский опен Максим Дрыгин. Рассказывает, о соревнованиях знают уже далеко, за пределами Среднего Урала. У нас забег проводится в мае-октябре и собирает уже 800 и 900 человек. География у нас достаточно обширная, 16 регионов страны у нас было в последний раз и 65 городов. Привлечь туристов можно и за счет качественной инфраструктуры. Местные предприниматели представляют свои проекты по созданию кемпингов. Как отмечают специалисты, в прошлом году Первоуральск стал лидером по числу предпринимателей, получивших гранты в сфере туризма. Такое профессиональное предпринимательское сообщество в туризме не в каждом муниципалитете еще есть. И это замечательный пример того, как высокая деловая активность, поддержка со стороны администрации, поддержка со стороны различных органов власти, в том числе и Департамента по развитию туризма, может показывать вот такие результаты. Новые идеи для развития туризма будут рождаться и дальше, уверены участники встречи. К примеру, здесь планируют организовать базу для юных краеведов. А сам визит-центр станет точкой начала экскурсий по Первоуральску. Дмитрий Солюков, Петр Спиридонов. Новости Первоуральск.